Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Про манипуляции. Смотри, насколько сейчас это популярно, модно и даже учат манипулировать те же самые технологии NLP и так далее. А о чем это? Давай вскроем начинку манипуляций. Даже ручки чешутся. Манипуляция это программы. Программы сразу ниже благодарности. Автоматизм. Автоматизм, да. То есть в любом случае, например, мужчина с женщиной начинают взаимодействовать. Один из персонажей начинает манипулировать. Вот, манипулятор, это уже говорит о том, что это сознание недоразвито, оно привлекает к себе внимание. Это то сознание уже сразу, которым преобладает материя. Все, оно недоразвитое. Оно недоразвитое. И оно уже играет на уровне ниже благодарности. Оно не осознает благодарность. Материя не осознает благодарность сознанию. Все, пошла игра. То есть пошел включаться автомат. Автоматизм включается. И теперь второй человек, если впадает в то же, то есть начинает и спорить, и начинает брызгаться, да, тоже эмоционально. Все, он пошел. Это знаешь, как... Крутое пике. Да, как камень падает вниз. Это как автомат, включается контейнер, да, и второй так раз ложится, и пошли. Вот просто, да, не контейнер, а как оно, конвейер. Конвейер. Да, все. И второе сознание точно так же не осознает в этот момент благодарность. Оно ушло в автоматизм. Так вот смотри, получается, что любая манипуляция по отношению к человеку, это предложение упасть с горы вниз, скатиться до уровня развития робота-автомата. Потому что все манипуляции исходят от сознания, которого не осознает благодарность, который находится в автоматическом режиме. Стянуть вниз, стянуть вниз. А теперь смотри. Девочки манипулируют папиками. Папики манипулируют шлюшками. А умные мужи манипулируют женами. Женушки манипулируют своими великими мужьями. Игра автоматиков. Игра автоматиков. Оловянные солдатики, блин. Материя играет. Недоразвитая материя. Недоразвитая сознание. Сознание недоразвитого материя. То есть любая манипуляция идет на уровне программного обеспечения. И это стаскивает сознание, которое пытается уйти в развитие. В любом случае оно будет стаскивать вниз, с горы. А теперь давай рассмотрим. А программное обеспечение? Как оно появляется там? И когда появляется? До трех лет. Да, по сути дела получается. Каким образом манипуляция работает? Эго увеличивается. Внутри пустота образуется. И по сути дела эго вытесняет сознание. Оно заменяет сознание. То есть программное обеспечение заменяет сознание. Да. А программное обеспечение в эго установлено до трех лет родителей. Вот и играют мальчики и девочки. Играют мальчики и девочки, недоразвитые дети. И поэтому игры в манипуляции недоразвитых детей. Автопилот недоразвитых детей. Недоразвитых сознаний. Замененных на программное обеспечение от эго. И тогда ты знаешь, никто меня не убедит в том, что самые лучшие браки, самые лучшие браки, это браки, когда осознанные родители осознавали род, семью, осознавали программное обеспечение в семье, и они понимали там, например, ну не сбежишь, если ты видишь этих роботов-автоматов, и ты не можешь их разбудить, то хотя бы выбрать компьютеры с хорошим программным обеспечением, а не с дебильным. Вот тебе неравные браки, вот тебе отсутствие образованности, вот тебе вообще недоразвитость, недообразованность, недоразвитие, в целом, в том числе, интеллектуальное. Все в одну кучу тут же становится проявлено. И при этом кто запускает, и кто первоначально это все запускает? Родители. Родители. Если в родителе есть мудрость, он подберет, как ты говоришь, эту пару, правильно подберет, да? И во-первых, во-вторых, он будет и растить ребенка на чувствах, а не на автоматизме. И тогда ребенок будет выбирать из любви. Из любви, из чувств. Чувства будут раскрываться. Да. А это уже другой подход. Но сегодня, понимаешь, чувства вообще у роботов-автоматов жестко перекрываются сексом и деньгами. Да. И тогда мужчина оценивает женщину, то есть он изначально подкатывает к женщине с расчетом, что она клюнет на его машину, квартиру, дачу и член в придачу. Подожди, а чувства? А чувств нет. А он вообще не способен любить. Он не знает, что это такое, потому что у него только программы работают. Да, и потом начинаются вот эти терки, претензии, манипуляции, а потому что по-другому роботы-автоматы не могут. Они не знают другого уровня развития. Они как зацикленные машины, они могут только таким образом работать. Машина воспроизводит машину. И тогда становится нормой, в том числе и социальной, что за женщину, женщину надо купить. За нее надо колым, кушать и так далее. Купить. Купить женщину надо. А если ты не способен купить женщину, возьми из страны азиатские и не способен купить женщину, значит, не женись. А о чувствах вообще никто не говорит. О чувствах никто. Выключены чувства. Более того, тебе привезут женщину в паранжет, и ты даже ее никогда не видел. Ты купил вот это черное покрывало? Шкафчик, квартиру. Купил это черное покрывало и спи с ним. Не нравится? Возьми второе. Третье. И так ряд шкафов. И они двигаются, как паровозик. Нет, как этот поезд за паровозиком. Машина. И тогда смотри, что надо детям вкладывать до трех лет? Автоматизм или чувство любое? Чувство любое. Вот. А теперь представь, когда мама родила ребенка и быстренько на работу. Представляешь? Все. Все. Я вчера смотрела ролик, что американцы выходят на работу в три недели дается им на то, чтобы и то за свой счет, когда они родили ребенка. И я так сижу, думаю, какое мудрое у нас государство. У нас три года, как раз три года формирования эго у ребенка. Вот сейчас говорят о том, что надо этот урезать срок. Это глупые люди говорят. Это правильно. Я не знаю, какой мудрый человек здесь это вводил, но это надо сохранить всеми силами. Потому что мама должна... Здесь разум. И маму нельзя выпускать на работу раньше. Если только она не оформит и Пенни, начнет свой бизнес и не начнет работать сразу же с рождением ребенка в своем интересе. И тогда она будет работать и дома, и в интересе. Но это работа дома. Это работа не на магазин, еще на куда-то. А теперь тоже. И в связи с этим осознать, насколько важна искренность между отцом и матерью. То есть искренние отношения. Да. Когда там любовь. Потому что если там выгода тоже, выгода, искажение, не любовь, а выгода, то это же автоматизм, это же программы. И тогда ребенок копирует автоматизм. он просто, он не может по-другому, он копировать будет, потому что, во-первых, у него, ему надо, он появился на свет, и ему надо взять, приспособиться к этому миру, понять, как он войти в этот мир. Как играть в этой игрушке. И тут родители ему раз и развивают вот эти все программы, то есть эго, устанавливает автоматизм, да, автопилот. И он на автопилоте и в жизни пойдет. А если в это время, мало того, что родители между собой действительно в искренней любви, так они еще и в ребенке чувства раскрывают, любовь, показывают, интерес. Все это чувственный ребенок растет. И это другой ребенок. Совсем это крылья. Ну, видишь, чувствительные дети, я могу сказать это по своим детям, они, попадая в социальную среду, они будут часто болеть, потому что их социальная среда ломает, потому что даже стройные ряды и парт в школе автоматически делай так, делай вот так, делай через так. И вот эти моменты, они ломают детей, сильно ломают. Тут, видишь, мы так или иначе придем к тому, что надо дистанционное образование, надо домашнее обучение, то, что, заметь, было в дворянских семьях, то, что потерялось в Советском Союзе, когда перешли на заполнение фабрик и заводов рабочими. А если ты хочешь научную, элитную среду, то здесь надо предусмотреть разные виды образования, в том числе и индивидуальное, в том числе и домашнее, в том числе и, ну, когда-то и гувернеры, и все были... Ну, сейчас репетиторы есть, конечно, но пока это не замена, это не альтернатива. И дистанционное образование надо, чтобы тот же самый ребенок мог с родителями путешествовать, а не ограничиваться. Обязательно. Путешествия обязательно. Это надо, чтобы не было вот этого отрыва. Сегодня, например, у нас в стране запрещено дистанционное образование, а это очень сильная штука. Она должна быть в развитом обществе. В развитом. В развитом. Понимаешь, когда мы говорим про развито, мы можем сказать, что у нас очень много вещей, которые намного лучше развиты, чем в мире, но есть вещи, где мы отстаем и достаточно сильно. Так лучше выправить там, где мы отстаем, чем подстроить там, где мы развиты в сторону деградации. Ну, это тогда, когда ты осознаешь искренность. Это да. Когда ты не осознаешь искренность, то все очень даже правильно сейчас делает. Направление выбрано камнем вниз. Ну, это равносильно, что подстроится под манипулятор. Это как жена или там муж, например, который развит, а жена там требует с него шубку и манипулирует шубкой. И он подстраивается под нее. А это мне рассказывали. Мужик поднял там руку на свою молодую жену, и она потом говорит, нет, дорогой, ты мне покупаешь машину, а иначе в милиции сдаем. Он покупает машину, она разбивает, он покупает, она разбивает. Очень хорошо живут. Но это же о деградации, на самом деле, о потерях. Это в чистом виде будут и потери, и деградации. Мне кажется, это так очевидно, что любой человек увидит здесь деградацию, да, а ведь нет, не любой. Кто-то скажет, это нормально, это правильно. Классная женщина, да, молодец. Надо, с ним так и надо. Он жмот. Да, да, или там насильник, или еще кто-то. Да, да, молодец, она хитрая, да, там, скажут, пленает о деградации. О деградации, конечно, потому что любой манипулятор, он действительно найдет способ, каким образом выкрутить руки, чтобы получить желаемое. А ведь это камнем вниз. Это не о развитии сознания. Это о завладении, захвате сознания, захвате внимания материи. Материи. И будут поэтому корыстные, абсолютно корыстные задачи, интересы. Да, а материя, она не осознает благодарность сознанию, что благодаря сознанию она существует, она живая становится. Она не осознает материи, поэтому материя, она тупа. И постулат первичности материального мира сам по себе. Он изначально искажен. Искажен. Он искажен. Здесь нет благодарности сознанию. Хотя очевидная вещь, труп без сознания мертв. Да, даже возьми просто, человек в обморок упал. Мы же даже говорим, потерял сознание. Что с телом? Что с материей? Рухнуло мертвое. Рухнуло мертвое, да. То же самое здание, когда там умерли старики, дом в течение года-двух разрушается. Молниеносно. Молниеносно. Казалось бы, живут старики, дом живет. Как только умерли, и вот туда никто не ходит, дом, дом, материя, да, казалось бы, все разрушается. Да? Моментально. Там, где нет нашего внимания, сознание нашего, все рушится. Да даже те же салмы долгострои строились и в свое время не были достроены, простояли 10 лет. Там только достроить, что-то могло разрушиться. А проще снести, чем достроить. Конечно. Потому что ты не знаешь степени разрушения, потому что нет, сознание моментально разрушается. И это очевидный факт. И при этом наука спорит, нет, материя первична. И тогда мы приходим к чему? Что-то чувство где? Только в сознании. Только в сознании. Только в сознании чувство. Потому что живя, вот даже возьми дом, живя, ну, то есть ты живешь, твое сознание в этом доме, дом крепкий, да? То есть и ты, а как получается, сознание живет и чувствует этот дом. Оно дышит вместе с этого. То есть материя живая. Как только сознание уходит, уходит чувство, материя гибнет. Да. Вот человек лежащий без сознания, он же по нему стучен, ничего не чувствует. И тогда мы, если мы говорим, что чувство – это проявление сознания, то тогда мы будем говорить, что чувства-то у нас идут по всему телу. И тогда первична у нас здесь, а не здесь. А сегодня ответственность полностью за нашу жизнь вынесена на мозг. Да, так же как на Бога. А нифига. Да, точно так же, как на Бога. Каждый выносит ответственность на кого-то. Ой, это у меня мозг виноват. Ой, это Бог виноват. А ты где? Ты мозг? Чувство. Ключ чувства. Чувство – это то, что отличает нас, людей, от животных. Чувство. Даже у животных, кстати, чувство есть. Да, да, да. Пускай не в таком спектре, как у человека. Это говорит о чем, да. О чем? О том, что сознание по-любому будет развиваться. Факт только медленно или быстро. А быстро оно может мгновенно развиться тогда, когда именно человек осознает суть. Любовь. Благодарность и любовь. Да. Ключ, благодарность и любовь. И тогда получается, любовь для сознания. Угу. Интересно. Интересно. Это интересно. А для материи любовь – это выгода. Это выгода. И все. Вот мы и видим, если сознание в материи паразитарно, материя паразитарна, то брак будет строиться на выгоде. Если идет развитие сознания в отношениях, то брак будет строиться на интересе. На интересе. На любви, на интересе, да. И тогда и говорят, если сходится парень и девушка, у которых общие интересы, общие увлечения, их брак будет крепким и долгим. Точно. А если у них нет общего интереса, они совсем разные. Все, это будут терки. А говорят тогда, мы должны быть разными, чтобы подтягивать друг друга, то есть обучать. Не-не-не-не-не. Это будут терки, которые будут где-то обрываться, где-то там чуть подниматься. Да, это как, знаешь, инвалид-инвалида тянет. Это вот такие отношения. А когда оба искренних, когда оба в любви, и у них интерес общий, это здоровый, красивый иммунитет. Природный. Природный. И это есть любовь. И тогда мы приходим к тому, что природный иммунитет это любовь. И теперь, если человек живет в счастье, в искренности, он же не болеет. Да. У него тогда все всегда хорошо. И тогда куча курсов, тренингов, которые учат манипулировать. Опять-таки, часть образовательной программы, которая учит лгать, манипулировать, подстраиваться ради оценок. Это же жесть. Это жесть. И вообще сама по себе оценка это элемент манипуляции. Так это и есть манипуляция. Смотри, как мы с изнанки, когда подходим и подсвечиваем. Так что же мы делаем со своими детьми? Зачем же мы их калечим? Я буквально сегодня говорила о том, что какую ошибку мы совершаем, когда мы отдаем своих детей в школу, где учителя роботы-автоматы, не чувствующие интереса, а просто выполняющие работу, потому что это сознание, которое, знаешь, как деталька в автоматике. Это тело надо прокормить, помыть, одеть, чтобы оно существовало. Поэтому ему надо деньги. И поэтому те родители, которые идут на поводу учителей, когда учителя начинают на ребенка наезжать, и родитель тоже начинает наезжать. Но это предательство ребенка. Это предательство. Это предательство ребенка в чистом виде. И, кстати, интересная тема. Уже сколько раз замечали, когда дети выходят из ауто и начинают включаться. Бывает такое, что в школах вдруг ни с того ни с сего. Другие родители или учителя начинают говорить, ваш ребенок нам мешает. Отдайте его в специальную школу и так далее. И есть родители, которые говорят, может, и правда, специальная школа подойдет. А смотри, как только ты предал своего ребенка, как только ты сказал, да, он не соответствует вашей школе. Смотри, а ребенок-то в это время развивается копированием. Ты отдаешь его в специальную школу, и он копирует уже детей больных. Он уже копирует поломанное программное обеспечение. Все, ты приговорил своего ребенка к болезни. Так ты себя... Ты приговорил себя к зеркалу поломанному. Да, ты приговорил себя к деградации. Опять-таки, возвращаясь к камню, падающему вниз. Все. Да, да. Ты принял решение деградировать. Более того, уже эти дети вряд ли будут размножаться. Ты себя приговорил к выходу из игры. К выходу из игры. То есть, это как в компьютерной игре, как там это называется, выбросила тебя. Ты не прошел уровень. Ты не прошел уровень. Перезагрузка начинаешь с нуля. Да? Это так очевидно. И мне так хочется, вот я уже не один раз, а сейчас вообще, мне так хочется сказать, обратиться вот к учителям, но они же не услышат. Единицы услышат. Даже слово, кстати, ты знаешь, в последнее время стала обращать внимание на произношу учитель, да, и понимаю, я понимаю, что, как мы говорим всегда, что учитель – это авторитет, да, что не выноси авторитета, но суть, смотри, преподаватель и учитель, чувствуешь разницу? Учитель гораздо выше со знанием должен быть, да, а преподаватель, ну, тогда это да, ну, человек, который преподает, отработал, да. Да, робот отработал. И поэтому, когда я говорю, учитель мне сразу так, вот последнее время, так нет, преподаватель, потому что для учителя это надо сознание развитое, это в интересе человек, да, а для учителя, а преподаватель – это преподать, да. Да, то есть услужить, да, услужить, и очень правильно, да, между прочим. А учителя – это сознание должно быть развитое, развитое в интересе. В интересе. Сознание только, сознание только может развиваться быстро, и действительно, это только в интересе. Без интереса ничего. Без интереса оно вязнет в материи, и оно там затухнет. И поэтому оно по-любому покинет эту материю. Да, совершенно верно. Вот. Эта тема очень-очень. А смотри, от того же инфодайинга сколько людей ждут, что мы будем манипулировать. Или говорить за человека, что ему делать, и принимать за него решение делать выбор. Нет, это не к нам. И при этом сколько людей пытаются сказать, что мы манипулируем, да? Угу. Нет, это не к нам. Да? Или говорят, как секта, да? Ну, в смысле, что мы секта. Поставьте секту и инфодайинг. Это просто вот разные совершенно... Полюса земного шара, да. Мы все человеку отдаем. То есть, не то, что отдаем, а показываем его целостность. То есть, на себя. Инфодайинг – это тебе зеркалом показали тебя самого и сказали, где ты кривой, неправильно накрашен, неправильно одет, неправильно, неправильно, неправильно. Не так, не соответствуешь самому себе. Себе. Не на... Никому-то. Просто тебе подсветили, как зеркало. Где ты искажен? И ты желен, принять это или не принять. То есть, играть дальше в искажения, уходить, либо же все-таки повернуться к себе и сказать себе да. И стать человеком. На самом деле, мы рождены богами. И вспомнить себе Бога, и проявиться как Бог, это наша задача. Мы с ней пришли. Вспомнить, кто мы есть на самом деле. И тогда развитие будет очень быстро. И перестать быть роботами-автоматами. Вспомнить, что у нас есть сознание, и что наше тело без сознания мертво. И поэтому ставить на первое место материю, по крайней мере, глупо. Это от ума. Это от ума. От зацикленности. Циклическая ошибка. Программа. Субтитры создавал DimaTorzok